Снова здравствуйте Задают мне вопрос такой Почему женщина должна бегать вокруг мужчины, значит, а вот мужчина, значит, он весь такой должен лежать на диване Вот, ну, так, в воображении женщины, значит, мужчина лежит на диване, а она должна вокруг него бегать, суетиться Вот, а почему он тоже не должен вместе с ней бегать, там, хороводы водить и так далее и тому подобное Объясняю наглядно Объясняю наглядно Ладно Вот у вас есть пещерка, да, вот у вас есть пещерка Вот все, что за пределами этой пещерки, это зона ответственности мужчины Где-то тут мамонт, где-то тут тигр саблезубая, значит, ей надо хвост оторвать Где-то здесь медведь по кустам шарахивается Задача мужчины, мамонта, отловить, притащить в пещеру Тигра, значит, отловить, оторвать хвост, выкинуть подальше Медведя, значит, напугать и прогнать, чтобы он, значит, не лазил по ближайшим кустам, не гадил, не пугал тех, кто живет в пещере Зона ответственности женщины, это внутри пещеры В первую очередь И получается, как раз-таки, таким образом Женщина внутри, мужчина снаружи Вот мужчина снаружи, вокруг пещеры-то и бегает В том числе он, значит, отгоняет каких-нибудь там конкурентов, да, которые тоже эту пещеру хотят занять То есть он занимается обеспечением Обеспечением безопасности, продовольственное, значит, там обеспечение и так далее и тому подобное Все, вот, это зона его ответственности, вот он там бегает Вот он там выполнил свои задачи Он вернулся в пещеру отдыхать А женщина бегает где? Вот она и бегает, внутри этой самой пещеры Ну так получается, что вокруг этого самого мужчины Да Но он только что уже там побегал и сюда пришел Когда он там бегал, он этого не видел Вернее, женщина этого не видела, да Вот, где он там бегал, что он там делал Надумать она себе может все что угодно, да, не вопрос Но, еще раз, дамы, вот тот мир, в котором мы сейчас живем, он построен мужчинами Поймите Весь вот этот мир, в котором вы живете Этот мир создан мужчинами И Тот момент, что вы в состоянии теперь выходить из дома практически в любое время суток Без боязни, что вас с вами там что-то сделают Это заслуга мужчин Поймите Это ими были приняты сначала неписанные определенные кодексы поведения Когда еще, значит, с дубиной на плече ходили Потом, соответственно, писанные Потом, значит, это все вылилось в определенные там границы правил поведения Записано все это дело в виде законов стало Была назначена там милиция-полиция Которая следит за порядком Были созданы места, значит, для тех, кто не хочет, не желает Выполнять вот эти вот все правила Поведения Да, таких зашкварник И туда Подальше от общества Изолировать И там их охранять Женщины там тоже сидят, кстати говоря Если что Ну вот Понимаете? Все Что вам не так? Это уже создано Да И это поддерживается постоянно Да Понимаете? Это постоянно поддерживается Ежесекундно Эти самые мужчины Несут боевое дежурство На границе В войсках ПВО Там моряки жизнью рискуют Там, значит, летчики Здесь танкисты готовы Башку расшибить об броню Понимаете? И тот мужчина, который рядом с вами Он тоже готов Каждый момент Вас защитить Да И это та работа Которая не видна Но она выполняется Ежесекундно Вы об этом просто не задумываетесь Совершенно Совершенно Вот Ответьте Банально На вопрос Значит Вам в лес пойти В лес Не по парку погулять В лес пойти Значит В одиночку С подружкой Или с мужчиной С кем Как безопаснее? В одиночку? Только передергивать Не надо Смотря с каким мужчиной С кем безопаснее? В одиночку безопаснее? С подружкой безопасно может быть? Самое опасное Это когда вы с подружкой будете Даже не одна А с подружкой Вы будете так чирикать Блин Что вас будет слышно Со всех сторон За полкилометра Вот Понятно, да? Еще вопросы есть? Чувствуете себя? Вы в безопасности Рядом с мужчиной Это его заслуга Уже Его заслуга Да, он работает Он обеспечивает ресурс Да, вы тоже работаете Ну так и в пещере Точно так же Соответственно Он пошел за мамонтом А пока он ходит за мамонтом Вы, значит Вы вышли тоже Прошлись вокруг пещеры Накопали корешков Насобирали плодов Орехов Ягод Да Че нет-то? Это тоже ваша задача? Или ему, значит С оленем Там на плечах Значит Еще и ягодок Пособирать надо Нет Это уже вот Ваша зона ответственности Да, пожалуйста Понимаете? Но Еще раз Он Обеспечивает Больший ресурс Если вы Обеспечиваете Сейчас Больший ресурс Чем ваш муж Это Говорит Всего лишь о том Что на дворе У нас Вот такая Ненормальная Экономическая И социальная Ситуация Но Психологическая Ситуация В семье Не должна От этого зависеть Вы можете Сколь угодно Быть Сильной Там Я не знаю Успешной Там Но дома Если вы хотите Сохранить Семью Вы должны Быть Слабой Беззащитной Нежной Женой Женщиной А ваш мужчина Должен чувствовать себя Сильным Это Вопрос Всего Навсего Взаимоотношений Двух гормональных Систем Мужской Женской Все Если вы будете Дома Оставаться Сильной Сильной С себя То Вместо Мужика Нормального Вы получите Размазню Тряпку Подкаблучника Вот Понимаете А случись что Позвенеть Яйцами Вы сможете Исключительно Виртуально Кстати говоря Исключительно Виртуально Так В мыслях У себя Понятно Да Все дела Объяснил Популярно Надеюсь Вот Надеюсь Да То есть Мужик Уже Вокруг Пещеры Побегал Он уже О вас Позаботился И продолжает Заботиться Каждую минуту О вас И ваших Общих Детях Поймите А вот Когда он Уже дома Да Ваша очередь Заботится О нем Но При этом Все Надо помнить Что Начинаете Взаимоотношения Вы Вы Начинаете Взаимоотношения Так в природе Сложилось Мамка Начинает Взаимоотношения И ребенок К этому Привыкает Потом Включается Правило Как Аукнется Так и Откликнется Правильно Вот И вот После этого Уже Соответственно Будут Определенные Плоды Ну и опять же Соблюдение Причинно-следственных Связей Тоже Никто Не Отменял Все Очень Просто Всем пока Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...